Мы начинаем с доклада Михаила Павловича Гельмана из Петербурга о некоторых аспектах проблем происхождения и структуры русского тесиламического стиха. Мы очень рады, что наконец-то он начал заниматься этим периодом. Здравствуйте, я хочу сказать. Ну, прежде чем говорить о некоторых аспектах проблем происхождения, структуры русского тесиламического стиха нужно договориться о том, что мы под этим понимаем, а традиционно под этим понимают следующее. Вот хорошо известно, что в первые самые годы, так не слышно, если я просто говорю без этой, а то она мне... Ну, мне кажется, слышно, то есть пока кто отзывается. Значит, в первые самые годы XVII века возникла более-менее регулярная книжная поэзия. А в начале 50-х годов, сначала в Новом Иерусалиме, а затем у Васильмена Полоцкого, я знаю, сначала почти, нарисологический контент, собственно, нарисологический стих. И, соответственно, все, что мы, как иначе, узнаем стихом, книжным и попадающим между этими двумя армаментами, мы называем русским десиламическим стихом, и, собственно, это по идее пытаемся изучать. Но тогда стоит вопрос о том, насколько вообще оторвано это явление, и верно ли, что разных школах, или даже разные представители одной школы, пользовались административным стихом или, по крайней мере, соответственно, визуственной формой стиха. Точно так же это дело и с вопросом происходения этого стиха. Если мы говорим, что русский десиламический стих произошел вот оттуда-то, или вот оттуда-то, а обычно в такой форме существуют все рассказывания по этому поводу, мы должны давать себе отчет о том, что русский десиламический стих – это что-то достаточно однородное настолько, чтобы происходить с одного из этого. Ну, касательно происхождения русского десиламического стиха, и вот в тот момент, когда столищество рифмоидов стало достаточно большим, и с разным под влиянием уже известными в Москве от польских украинских военских, и в том, что, поскольку он возник за рифмоиды, он был неравно сложным, и именно это создало его синтаксическую природу. Вот он рифмоиды, значит, в прозе. Рифмоиды возникают за счет синтаксического прорелизма, и когда эти рифмоиды стали обычной рифмой в стихе, синтаксический прорелизм, хотя и ослаб, то не перескладывать, ну, еще не перескладывать стихообразующую функцию. Ну, и другое точное зрение состоит в противоположном, в том, что, да, существовала рифмованная проза, и, конечно, те люди, которые начали писать стихи в 60-60-60-х годах, знали о существовании, но образцом для них была польская украинская салагика и приблизительная салагика, ну, и тот, значит, таким таким стих пронят в Москву. В конце концов, представители второй точки зрения, по-видимому, победили, и, начиная с 70-х годов, все больше, как вы скажете, вторая точка зрения, а все меньше первая. Ну, и вот Панченко, прежде всего, вот это, значит, как известно, в конце 17-го века, в украинских и белорусских книгах применялись две с темы ситуации, ровносложные и не равносложные. В обоих случаях складно римп, и московские поэты предпочли не равносложные. То есть, а вот так нам не слышно, да? А. Это так известно. Сейчас, сирори испанченко, как известно, конца семнадцатого века украинских и русских книг применяли две системы сфотографии равносложное и не равносложное в обоих случаях спарные московские поэты предпочли не равносложие относительно славизма и дальше панчник объясняет что предпочли потому что и славизм ассоциировался с больскостью вообще не но санкет термин он зависит истории польского стиха и в истории польского стиха он означает совсем не то что не совсем не то чай панченко хотел бы назвать русский словеческий стих в польше ну вот первое участие творение на польском словеческое это действительно словеческое это перевод в середине пятнадцатого века он был не очень большим но зато совершенно уже наслужен там был чистый трансисторник и ну вот казалось бы словеческий стих но это не привело к появлению регулярной культуры книжного стиха он зародился только еще спустя через 50 лет и был ну вот как говорят историки польского стиха тоже синтаксически интенсионным или по-другому близко к этому терминам то есть очень верносложный и построенный на синтактической простой но довольно быстро еще в первые десятилетия шнадцатого века он силобизируется под влиянием поэзии и потому что как считается равносложие еще не было стихообразующим принципом но уже было статической ценностью то есть это не создавал стих но делать строки равной длины все это все можно и вот значит в результате польский стих проходит в второй половине шестнадцатого века пусть вот чтобы сделать какие-то первозунки об начальных форм к силовизму который вводит пахановский и переходные вот стиль переходный начальник пухановского и называется польской традицией относительный силобизм и важно здесь то что этот относительный силобизм действительно является почти силобизмом так вот по данным волшебникова в стихах первой половины и речь о будущем стихах первой половины в шестнадцатого века доля значит строк состоящих восьми словов составляет 25 процентов в середине шестнадцатого века 50 процентов затем 80 процентов на рубеже его в середине восьми сложные строки занимает более чем 90 процентов и реформа кахановского состояла в том что он заменил это на строгие строки он сделал восьмисложие восьмисложие или восьмисложие или восьмисложие обязательным принципом и отступление которое было невозможно и это собственно организовывало силобический стих но относительным силобизмом больше называется стих который иногда тем кто пишет русском на силобическом стихе называют просто силобическим если в тексте валибане составляют один и два слога то это просто часто называют силобическим стихом ну и почти силобическим никаким никакой относительным силобизмом тут не применят потому что стих который мы можем увидеть в первой половине XVII века в основном силобизме он совсем не похож на относительный силобизм там ну очень широкий вопрос срок там именно в одном стихе много и ну в общем если бы это попалось всем кто придумал этот силобический стих они бы совершенно не помнят того что почему вообще называем этот стих относительно силобическим вот это первая проблема вторая проблема в том что ну вот если мы посмотрим на русский силобический стих и вооруженном взгляду мы можем видеть что эта явление достаточно неоднородная вот тут на начало двух текстов которые вот только недавно были а ты почему я нажимаю на лице Там еще вот в левом нижнем углу есть две кнопочки, да, вот крайняя правая. Нет, вот эта. Да, да, да. Вот эта. О! Вот, значит, эти стихи в прошлый год были с Гуликовной Ольгой Кузнецовой. Ну, вот слева анонимные стирши, а есть у кого нелевых. Немного есть, у кого нелевых. Сколько в нем рыно прибывает. Триста. Свящает. Танец вызывает. Забвение отгоняет. Спада справа послание справщика Савати, а то он и сам известный. По крайней мере, в среде тех, кто присутствует. Савати, стройки, ну, два или более чем два раза, скажем так, что, я надеюсь, отгоняет. Триста. 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 Ну, и синтептически, собственно, еще отгоняет строка, состроенная по-другому. Ну, и вот просто одной из этой стриб, во время том, что, если мы не делаем с логическим стихом, то, по крайней мере, не стоит думать, что это какая-то система, которая была примерно одинаковая во все периоды своего существования и для всех своих акторов. Вот. Это, что касается однородности, это явление, а второй вопрос с его происхождением. Дело в том, что, кроме, собственно, польско-украинских салагиков, или относительно слова «Впереди русской умной прозы», существует, на меньшей мере, еще один возможный источник артистека. Его впервые указал Владимир Рукавлович Перец. Он анализировал один из ранних стихов и вот заметил, что он посчитал, ну, пока тут просто длинный строк и как устроены строки. Большое, что таким образом автор не справился с умудренной задачей написать строки по правилу, зависимому из греческой грамматики. Но трудно решить, почему он не воспользовался тем салабирмом, тем салабирическим циком, который Андрей Рюншер впервые в 1581 или 1591, ну, то есть, там, не совсем понятно, вот это использовал в грамме для литадора Скунина. Очень удачно и гладко. Ну, понятно, что это очень удачно и гладко находится, вот такой вкусный у нас проект, который проектировал от всего удачинские гладкости. Но, действительно, автор, по крайней мере, украинский и белорусский в последние десятилетия, 16 лет, человеку ориентируется не только на силапику, но и внутренние правила, заимствованные из греческих грамматик, что было, с одной стороны, престижно, а с другой стороны, непросто. Вот, например, автор одной из самых известных грамматик, Владимир Дизайний, в начале своей книги поместил стихотворение, которые мы сейчас вернемся. Но сначала, значит, я скажу про, собственно, те размеры, которые возглавлялись в комитете грамматик. Вот, ну, понятно, что идея состояла в перенесении античной метрики на русский язык, и просоединялась на развлечении долгих и кратких, и проблема была в том, какой, собственно, метр был предложен. Смотрите, кем это дизайн, или там, автор ученый, адекватис, а вот Эрис разбирается в грамматике, собственно, по источникам, и он обнаружил, что обе являются таким довольно сложным коктейлем и самым разным среди бревков латинских и греческих грамматик, особенно в разделе «Освященный метру», и особенно большие сложности метки касаются полустепеней, которые вставляются после, значит, столов пентаметра, во-первых, во-вторых, возможные спондаизации дакции, потому что в дизайнере пятой, ну, то есть, пятой дакции, так сказать, пятой ступени. Вот, значит, можно спондаизировать, и я пытался разобраться, вот, в том пример, приводимый с матринским, насчет пентаметра, и, по-видимому, иногда он там тоже спондаизирует в дактиле. Ну, и, в общем, все это сводится к тому, что теоретически контаметра Матринского допускает от 12 до 14 слогов, контаметра развязания от 10 до 14 слогов, но, может быть, если полустепень, которая вообще должна туда вставляться по правилам, может быть опущена, то контаметра развязания может допускать от 8 до 14 слогов. Вот стих, который в связании помещается в начало своей грамматики, выглядит вот так, и вот в жирном виде на строчке, где по 9 слогов, хотя, значит, все правила, которые изложены в грамматике, не отпускают строк меньше, чем 10 слогов. Именно поэтому нужно предполагать, что слогов должно быть 8. Но, в любом случае, видно, что даже автор и грамматик, когда пишут стихи, они не могут вполне точно следовать правилам, не должны быть грамматиками, в силу чего стих начинает расшагаться. Ну и когда московские поэры столкнулись со стихом, написанным в метрическом стихе сложения, они, не зная правила составления стиха или не имея возможности его следовать, то есть могли прийти к такому относительно слогическому методу, потому что метрический, который перестает действовать, в силу никакой не возникает на месте разрушенной метрической системы, или, получается, это примерно сложная система. Что может происходить с польским и украинским относительно слогическим стихом, когда он попадает на московскую почву? Вот академик Панчин показал, что один из стихотворений Князь Боростина является, по сути, вольным переводом анонимных виршек Князь Боростина. Нормальная длина стиха для украинских виршек – это 10-12 слов. А в переводе Князь Боростина мы имеем от 11-15 словов, и, ну, поскольку, в принципе, все стихи, которые… как-то материалы для русского и силабического стиха длиннее, чем… в среднем длиннее, чем все силабические и околосилабические размеры, то одно из объяснений нужно сказать именно в том, что даже переводя, по-моему, значит, на русский язык, ну, и добавляя что-то в себя, в принципе, Князь Боростина, во-первых, расшатывает его, увеличивая нормальные длины, и, во-вторых, собственно, удлиняет, просто, да, они уже поддвигали его, чтобы более расшатность и более… больше длины. Вот данные по пяти словам Антонио Котольского, представителей старшего поколения, которые имеют одного и того же адресата, здесь сверхупость на среднее 12 строки, а снизу стандартное воплание… ну, то есть, мы видим, что от начала к концу по некоторым причинам стиль в среде 12 строки сокращается, и важно не это, а важно то, что при этом стандартное отклонение возрастает. Это значит, что строк длины 18, 17 и 16, примерно столько же, их не стало меньше, а значит, длина строки сокращается именно за счет того, что появляются дополнительные строки длины 10, 9 и 8, и чем короче строка, тем более расшатанной у подольского стиха. Хотя, казалось бы, если мы переходим из… ну, вот, грубо говоря, почему-то в России, переводя в польский стиль, удлиняет расшатывает его, а в Котольском, собственно, при укорачивании строки стиль расшатывается. Ответ, по-видимому, заключается в том, что растения на Подольске ориентировались на разные источники. В России они совершенно очевидно ориентировались на собственную польскую стиламику, и обращение с польской стиламик было именно таким. Нужно ее немножко утренить, немножко расшатать. и это управляется у всех авторов, которых можно вычислить по длине стиха. Для этого обращался к стихам, написанным по украинским грамматикам, которые сами для себя значительно длиннее, чем польская стилами, когда же написаны верно. Они, значит, не удлиняли по правилам стихам, а просто расшатывали. Если Антоний Подольский, как я предполагаю, основывался на стилах, посылавших к грамматике, в которых средних на строке было 16 или 15, вполне запустимых на строки, и списал примерно с такой длиной, и ему важно было просто сохранять вот этот диапазон, в котором он помещает в том же час, который был на 18-19 или в меньшей строке, именно за счет этого при сокращении слуговой длины стих расшатся цели. Ну и тогда, значит, если мы примем предположение о том, что стих русских поэмах может восходить одному из двух источников, мы можем на основании средней длины строк и среднего стандартного отклонения в пределах таких, как сказано НИИ. А стихи, которые имеют, как правило, стандартное отклонение в пределах имеют стандартное отклонение гораздо ниже, ну и 6 – это почти слабим, там, тихо-либо, плюс-минус один. Вот. Ну, 2-7 – это достаточно расшатный стих. Ну, как правило, значит, ну вот, 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 почему пересекаются свои интервалы возможностандартного отклонения, потому что при очень… если стих имеет 3 миллиона оси, то не может показаться, что он относится к какой-то грамматике, потому что там не то, что средний такой длинный вообще такой длинный не может, он, видимо, имеет свой источник на какой-то использовании и имеет большой стандартный отклонения. И наоборот, если этот стих имеет средний длин, скажем, 17, ну, вот, добавлено, как-то это отклонение, то он мог, может быть, и слабим, но скорее всего, это грамматик, но вот его автор, что-то тем, значит, старался его улюбить. Ну, и случаются стихи, где строки практически его длины, довольно такой, ну, то есть, строки 8, 13, 22 примерно поровну, а между ними тоже случаются разные интервалы и вот это какие-то ограниченные формы с рифмом видеть, что их ту, другую группу впадают между разных поколений, разных кружков, как самые старшие, так и те, кто стал Симеон Холодского и тут два вопроса. Первый это то, почему хотя в других в соседней литературах стих, ну, они знают психологическую реформу, но этот стих постепенно шелкнул, в то время как Москве это не происходило, нужны более улюбленность 30-х годов и более расшатность верховых, как впрочем, наоборот, пока здесь не было такого движения. И второй вопрос состоит в том, нельзя ли на других форме текста найти что-нибудь, чтобы показывать, что авторы реализируются на ту или другую традицию. По крайней мере, одно биографическое объяснение я знаю, вот здесь про Синин, который более-менее салопичен и пишет более-менее короткими строками, в свое время подозревался учреждение в татарицизме, а Ивана Владимировна Серка, который вполне стоит в средней по распределению строк во второй группе, в старости застал расколы и даже примкнут к ним. Агеритацию стоит в на грамматике по традиционализме, но если связь с другим образом, я не знаю. не знаю, но не знаю, что подлиннее, потому что тематики давно не занимались. Возьмите, пожалуйста, весь имеющийся материал нам в письме нам в виде. вопрос. Значит, вопрос связанный с симпатизацией и в Италии, с мадридистом. Насколько я себе представляю, это было не самостоятельно, но было связано с экспертизаном на каждую группу. Там была достаточно системы, что неизвестно, откуда берущимся, как они говорили, сами бронетки не очень хорошо понимают, почему именно так, но там было достаточно, короче, теоретиков, которые выдумали, что вот это вот сочетание, так сказать, соответственно, это Добро-Мой, вот это вот соответственно, Кратор-Мой, не очень поняла, как это стало. То есть эти, как бы, реконструкции, так сказать, на самом деле, так сказать, не кажется, что я не могу говорить, кто-то так сейчас, что я могу сказать, кто-то писал, кто-то писал, кто-то писал, и соответственно, значит, это самое. Мне кажется, что смотреться, как это произошло с СССР. Ну, просто в статье 1909 года есть довольно много... Ну, это довольно древнее, статья понимает, что с вами не это, с тем, что, так сказать, проект, так сказать, не писал, как выистое. Да-да-да, я понимаю, я не могу говорить про то, что там много, значит, мет, где мантиматринские осязания буквально цитируют различные латинские грамматики. То есть он все-таки, ну, он... А поляга, ну, тем, кто-то, если к тому, что поляга тоже цитировали, естественно, латинские грамматики, так сказать, а сами, так сказать, предлагали свою систему, то есть не исключен такой вариант, что, так сказать, это зависит, что они идут через польский и чрезызывную свою систему. Вот, то есть, вот, и, по-своему, все это сопоставили. Потому что поэты, так сказать, и второй момент, вот, относительно, значит, это самое длинное стратегии, то, конечно, понятно, что у нас главное, так сказать, главное, как о главной семье, вот, 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 так называемые силами, так сказать, сложения до них, собственно говоря, так сказать, и, ужин, так сказать, насколько я понял, когда писал предисловие, так сказать, кто-то видел, что он так и писал, что, собственно говоря, вообще, двое, аюжный стих, поскольку единственный сигнал ударил, так сказать, а внутри себя, на силах, а внутри себя у недостаточно хорошо сиропического лимуриза, вот. Но, единственное, так сказать, пытался, так сказать, искать какие-то регулярности, так или иначе, потому что, так сказать, для порядка, так сказать, сезона, так сказать, это, вообще говоря, очень важный сигнал, вот. И если, так сказать, если, так сказать, рассматривать, то есть искать регулярности, то, возможно, эти регулярности найдутся, так сказать, именно в предсезонном или послесезонной позиции. То есть вот эти отрезки могут оказаться регулярными, ну, так условно говоря, переливание, там, от 13 до 17, да, но зато регулярно, там, 8 или 9 будет являться сезонной или послесезонной, то есть он будет обладать больше регулярностью. Такой поляк, это как раз в том и дело, что... Не, я не про поляков говорю, я говорю, это наше поляк, в данный случай, вот. Я имею в виду, что, так сказать, что поляки, когда все это дело, так сказать, рассматривают, да, они сезону учитывают. Мы, естественно, сезону сезону не учитываем, потому что мы считаем, что это, ну, в общем, наёжная степень, да, так сказать, какая она, так сказать, не сезонка стоит. И мы считаем просто количество свободных. Это точно, если не получается, совсем не в порядке. Но весьма возможно, что в этих нерегулярных, регулярно повторяются, так сказать, некий, так сказать, более короткий отрезок, сидящий неделю или послесезонной, вот я считаю. Это правильный, что надо. Это очень важный, что надо. Это очень депутатный. Это с прошлой недели выслушали. Просто я думаю о том, что, по крайней мере, это, ну, цитатура не может быть строго обязательной. Нет, я не об этом говорю, я говорю как раз о комбинации. Что, так сказать, что комбинация, так сказать, каких-то отрезков. У вас там есть 17-й сложный, да, допустим, он комбинируется из 9-ти сложный, как и 8-ми сложный. Следующий, так сказать, стакан у вас там, допустим, так сказать, 14-й сложный. Но он тоже комбинируется из 9-ти и 5-ти сложный. Вот, вот о чем я считаю. Еще следующая строка может быть в 8-ми сложный. И тогда она должна комбинироваться из 9-ти и минус 1-слой. Ну, и то есть не менее. Нет, а если она из 8-ми, то она из 8-ми пусть и отдыхает, потому что это малый район. Это, возможно, понятие цезуры до полного неприлично. Она и так неприлично используется, и с полным цезуром. Скажем, это обмывательство сейчас, у него еще больше. Это дело не в технике, в любой раздел цезуры. Дело в том, а в технологии. Дело в статистике. И статистика может признить, что это закладывал, или не закладывал. А не в том, что он не мог... Все, кто закладывал, и закладывал, и все, кто не смог. Да, да, только крат, но создавался анализмом. У меня вопрос, это чисто такие почти технические. Я хотел прояснить границы объекта. Первое. Вы называете описание славинского украинского нормальства, правильно? Ну, украинский... Да, хорошо. И, соответственно, анонимные биржиолокальные армии тоже называются украинским. Я не очень понимаю, где граница здесь между украинским и русским и церковым славянским. Я не могу. Нет, ну это не изобретая граница. Это просто вопрос школы. Ну, вот здесь отрожка школы. А, то есть украинский имеется в виду, что это стихи на неизвестном нам языке, который мы не знаем, как называют, но украинский называется века фишка. Ну, это традиционно просто так называется. Я понимаю, но традиционно получается, что этот язык как бы предок современного украинского языка. То есть тут явная архимия, во всяком случае. Он не по языку, он принято, что называется... Я понял, что традиция такая, я понял. То есть это не имеет отношения к индивидуальной области. Второе, второе, по поводу, вы сказали, что... Это тоже, по поводу, по поводу раёшника. Вы говорите, что реформа, что... Это всё ещё просто. Получается, что вы, ну, вы там, или, не знаю, авторы, которые присылаете, сочувственное и другательное, они считают, что всё это не стихи, что реформа на прозы какие-то не стихи, но это Таран, да, это не стихи, потому что реформа на прозы. А стихи начинаются... А когда появились стихи, вырубились, родились там, гербешок вырос, уже теперь раёшник является стихами, или нет, или вы считаете, что это стихи. Раёшник так и остаётся. Раёшники Баршака остаются в прозы. То есть, как бы, в разные эпохи раёшники кто-то является стихами, кто-то не является стихами. Нет, он то является книжным, кто не является книжным. Книжным – это что такое? Вот иисусная традиция. У нас нету... Нет, понимаю, нет, мы сейчас вот только... Сейчас, товарищи, где-то уже по... Нет, я спрашиваю, что раёшник стихий или не стихий. У нас нет раёшника, кроме вот одного керла, это одно из записей в Клодерском монастыре, не жусь раёшника. Ну, это теперь... А, Сергей Григорьевич, а остальное, встал... Есть, есть, есть просто, но это не... Это не существовало, очевидно, но... Слепого наброза не было. Нет. А, зачем выезжаете слепого наброза от раёшника, я не знаю. Я не знаю, насколько это получилось. Но это совершенно проблемная. Нет, ну, хотя, фундаментальная, первая часть... Сейчас, наверное, чуть-чуть измененная. Мне интересно... Нет, ну, во-первых, фундаментальная проза... Значит, с чего начать? Ну, в прозе ритма может возникнуть случайно, за счёт синтетического релизма. Вот если... То есть с теми регулярности, я понимаю, повторяйте. И регулярности, повторю, раёшник... Никакая степень регулярности. Потому что, опять же, 95-90, 25-30 или что? Опять-то... Скажите, Сергей Григорьевич, в одном предложении, где для вас полегает граница между стиховной прозой, условно? Нет, вот тоже раёшник, у нас есть стихообразующий признак, конец строки, который заритмован. Мы говорим, что это ритмованная проза, это не стихиал, а это только то же самое, у него теперь на стихи. И называется они раёшник, раёшник, раёшник. Я не понимаю, как это... Что из этого никак... Что-нибудь... Ну, если мне попадается какой-то отрезок, который без... Ну, так сказать... На этом основании, невероятно, это без запроса. Ведь я понимаю, что... Что это начало? Ну, что это было так приедетово, наверное? Да, я, конечно. Но если... Если... Если единобразно можно... Все единобразны, все информации единобразны установят деление на строки, это стихи. Если нет, то... Аааа... Я говорю, мы не 17 веке живём, а может так, можно восстановить. Нет, это очень... А вы так попробуйте, это очень грубо распадается. Ну, так Гаспаров считал, Я не говорю, что там никто-то не может это переослышать, но мне кажется, очень здравый. Но так как к нашему времени это безусловно здоровье, где-то в 17-го я не знаю, я не выведу. Ну, короче, это интересная проблема. Господа, давайте закопим, продолжим это обсуждать.